Уже больше 10 лет Светлана Середа пользуется зарубежными маркетплейсами, в том числе и популярная китайская торговая площадка Алиэкспресс. Заказывает вещи, одежду, игрушки для детей. Говорит и качественно и бюджетно, но женщина переживает, что с возможной отменой системы передачи платежей SWIFT иностранные товары станут менее доступны. Прям серьезно, не будет каких-то сбоев в расчетах, то есть будет возможность сделать эти расчеты. И просто они могут быть дольше. Проходить переводы, то есть дополнительное согласование проходить, естественно, это неудобно, потому что мы привыкли, что мы оплатили с карты, получили уведомление, что у нас там оплата прошла, все отлично. Светлана надеется, что с отменой SWIFT будет некий посредник, который станет в автоматическом режиме осуществлять переводы. Если же нет, то переводить платеж на счет компании, где заказываешь товар, придется по старинке, через банки. Поэтому один банк до трех рабочих дней это делает, другой банк до трех рабочих дней делает. У меня очень печалит эта ситуация, потому что мы уже привыкли к тому, что у нас все вот так, да, то есть свой какой-то порядок. И такое ощущение, что это будет куда-то откат на 30 лет назад. Это, безусловно, спровоцирует отток покупателей с тех же китайских площадок. Правда, эксперты в банковской сфере все же надеются, что с китайскими платформами получится договориться о системе прямых платежей. Обмен рублей сразу на юаня, минуя доллар. Может быть, это даже, когда система отладится, это будет выгоднее, чем через доллар, потому что везде на каждую транзакцию идет комиссия. То есть сначала рубли конвертировали в доллар, потом доллар конвертировали в юани, там шел платеж. За всю эту операцию американские банки брали маленькую комиссию. То есть это увеличивало стоимость транзакций. Вот, возможно, сейчас это будет даже дешевле. Но миновать долларовую прослойку можно лишь в том случае, если мы подключимся к системе перевода в другой страны или она к нашей. К тому же Китаю это будет выгодно. Поднебесная заинтересована поставлять товары на российский рынок. Но другой вопрос, может ли пострадать экономика Китая, если она пойдет нам навстречу. Те же санкции, которые могут быть предъявлены к Китаю, к экспорту и импорту технологий, к посадкам товаров, к транспортным коридорам. То есть на этот узкий вопрос навязывается много других вещей. Поэтому Китай, они будут все это взвешивать. То есть они будут взвешивать, что где им выгоднее. Если Китай пойдет навстречу, то вот многие зарубежные, британские, немецкие, американские онлайн-магазины вряд ли уверены барнаульцы. Кстати, уже сегодня ряд топовых европейских интернет-магазинов приостановили продажу своих товаров для жителей нашей страны. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.